Вот и сценарий отсюда рождается с победой и с поражением. Так почему вот у нас сегодня основная задачка понять, что сценарий, он всегда предопределен. Если у вас нет в представлении, в голове, нет вот этого наработанного формата различия, что вы хотите, как вы хотите, что из этого вообще в конечном результате получится, то у нас всегда минимум выбор из двух. Если я понимаю, что это идет на меня и меня к чему-то склоняют, я должна понимать для себя, верно, неверно, неплохо, хорошо, не получится, не получится. А для чего? Основной вопрос, который мы должны себе задавать, для чего? Для того, чтобы чему-то научить, для того, чтобы кто-то кого-то услышал, для того, чтобы что-то вместе сделать, да, или для того, чтобы меня отымели, где-то встроили, что-то забрали, а потом рассказали, что, собственно говоря, сама виновата. Почему есть люди сильные, сильные не в плане физики, а в плане знаний, пониманий и видения происходящего. И есть люди слабые. Вот все сценарии с победой, они обычно у сильных людей не знающих. Основа этой жизни, почему люди такие неуспешные, почему у них ничего не получается, потому что они заведомо выбирают вот этот сценарий с поражением. Как избежать? Вы должны знать, каким способом вы себе проигрываете. Прежде всего, сценарий с поражением – это проигрыш в себе. Непозволительная база, договоренность, обличение кого-то, что он там такой-то, а я такая-то и потому-то, потому-то, потому. Как только вы услышите, а лучше написать, поверьте, это так классно работает. Вот все сценарии, их не так много в жизни среднестатистического человека, потому что круга общения на самом деле много. Родители, работа, ну и условно, мой бойфренд, моя девушка. Всё. Так что сценариев не так много. И обычно, там, где мы проигрываем, это достаточно длительный промежуток времени. Но запомните раз и навсегда, все сценарии с поражением, они конечны. Потому что они повторяются при помощи одного и того же действия. Вы тупо делаете одно и то же. И до тех пор, пока вы будете так делать, пока вы так будете думать, вы стопудово получите сценарий с поражением. Значит, это минус единица вашей силы духа. С каждым разом вы будете слабее. Слабее, слабее.